Кокер-спаниель – уход и содержание в домашних условиях. Эта порода одна из тех, что сменила свою специализацию. Собаки были выведены исключительно для охоты на мелкую дичь, поэтому современному спаниелю в квартире может быть тесно и скучно. Но именно активность и жизнерадостность, унаследованная от предков охотников, сделала кокеров такими ценными компаньонами. Как подготовиться к покупке щенка? Уход за щенком с паниеля – хлопотное занятие. Эта порода с рождения отличается активностью. Чтобы новый член семьи не натворил бет, для него нужно организовать собственный угол. Собачью лежанку лучше расположить в теплом, сухом и чистом углу так, чтобы щенок видел как можно большую часть квартиры, особенно. Ценно наблюдение за кухней, но не попадался под ноги. Маленькому щенку нужны сменные пеленки. Собака породы кокер-спаниель. О чем еще нужно подумать заранее? Убрать из зоны доступа щенка все предметы, о которые он может пораниться или испортить их. Нужно убрать на высоту от 80 сантиметров. Простор. Домашние питомцы очень любят бегать, им нужно много пространства. Миски, поводок, ошейник. Игрушки, инструменты для ухода за шерстью. Запас одноразовых пеленок. Щенок далеко не сразу приучится делать свои дела на улице. В ближайшее время после приобретения щенка нужно сводить к ветеринару и поставить прививки. Английский кокер-спаниель. Уход за щенком. Как только в доме появился английский спаниель, его нужно приучать к гигиеническим процедурам, чистке ушей, купанию, стрижке и расчесыванию шерсти. Но самое сложное из того, как ухаживать за щенком спаниели, это воспитание. Собаку нужно приучать к командам, вырабатывать привычку слушаться хозяина. Лучше всего работает поощрение за хорошее поведение, поглаживание, похвала, лакомство. Чтобы выразить недовольство, достаточно заговорить со щенком разочарованным тоном, звери очень хорошо чувствуют интонацию. Важно! На собаку нельзя кричать, ругаться, бить, эффект от воспитания снизится. Взаимодействие с другими собаками, детьми и незнакомыми людьми нужно контролировать. Щенок-кокер-спаниели. Уход за зубами, когтями и ушами. Уши американского и английского спаниели – визитная карточка породы. К сожалению, они часто воспаляются. Уши нужно осматривать после каждой прогулки, а раз в неделю чистить ватным тампоном, смоченным в антисептическом растворе или специальном лосьоне для собак. Стрижка когтей. На улице пес стычевает когти об асфальт и твердые камни, поэтому летом необходимости в стрижке когтей не возникает. Для зимы нужно купить когтерез. Собачий маникюр нужно делать раз в месяц. Забота о зубах. Природный способ чистки зубов у собак – механическое очищение при пережевывании твердой пищи. Чтобы эта функция выполнялась у домашних питомцев, нужно давать им жевательные игрушки. Раз в два-три дня зверю чистят зубы. Для этого нужно завести собачью щетку и пасту, которые удобны и безопасны для питомца. Уход за шерстью. Самое сложное в уходе и содержании кокер-спаниели – уход за шерстью. Эта порода обладает густой и мягкой шубой, которая прекрасно защищает его от морозов и снега, но дома доставляет неудобства хозяевам. Как и людям, кокерам нужно причесываться каждый день, а во время леньки – дважды в день. Использовать для этого нужно специальную расческу для длинношерстных собак. Нельзя вычесывать спаниели человеческой расческой или кошачьей пуходеркой. Водные процедуры нравятся спаниелям. Купание питомца и средства по уходу. Спаниели любят воду и легко переносят купание. Правила безопасных банных процедур. Мыть собаку не чаще двух раз в месяц, тогда кожа не будет пересушиваться. Использовать шампунь. Для длинношерстных собак. После купания вытереть собаку полотенцем и высушить феном. Пока шерсть окончательно не высохнет, избегать сквозняков. Обратите внимание, если собака испачкалась, ее можно купать внепланово. Некоторые спаниели помнят о своих охотничьих корнях и любят плавать в открытых водоемах. Груминг и стрижка собак. Шерсть на груди, лапах и кончиках ушей нужно подстригать. Именно там у этой породы могут образовываться колтуны даже при правильном расчесывании. Можно научиться всем манипуляциям самостоятельно, для этого потребуются ножницы и много терпения. Если собака с детства приучена к стрижке, она не будет мешать гигиеническим процедурам. Если хозяева хотят отправить питомца на выставку, то нужно обратиться к профессиональному грумеру. Специалист знает, как ухаживать за спаниелем, приведет его шерсть в идеальный порядок, чтобы были видны все достоинства породы. Какие инструменты и приспособления понадобятся. Полный набор инструментов для груминга в домашних условиях. Стол с регулируемой высотой. Для собак он заменяет парикмахерское кресло. Машинка для стрижки длинношерстных собак с мягкой шерстью. Параметры настраиваются. Насадки для машинки, в зависимости от желаемого эффекта. Парикмахерские ножницы, прямые и филировочные. Щетка для шерсти. Два гребня. С частыми и редкими зубцами. Внимание! Если собаке не нравится процедура, приходится держать ее на поводке. Тогда стрижку должны проводить два человека. На охоте. Купирование хвоста. Когда порода только выводилась, купирование хвоста было обязательным. Оно защищало собаку от травм во время охоты. Но сейчас, когда спаниели стали в основном декоративными, такая операция не обязательно. Питомцы с некупированным хвостом могут участвовать в выставках. Если хозяин все-таки решился на процедуру, то самый подходящий возраст – до трех месяцев. У щенков постарше резко вырастает вероятность осложнений. После операции щенку нужно каждый день обрабатывать рану перекисью водорода или вамиколем, пока она не заживет. Процедуру проводят только у здоровых щенков. Рацион питания кокера. Кокер с паниелем подходит сухие корма премиум класса. Так хозяева будут уверены, что пища качественная. Можно кормить собаку натуральными продуктами, тогда основу рациона должно составлять вареное мясо без костей. Для разнообразия можно добавлять субпродукты, вареные, кисломолочные продукты, яйца в смятку. Раз в неделю в меню могут появляться хлеб, каши, вареные овощи, иногда сухофрукты, сухарики. Взрослую собаку кормят один или два раза в день, щенков – от шести до трех в зависимости от возраста. Объем пищи должен соответствовать физической активности питомца. Активный характер кокеров требует больших энергозатрат, особенно у молодых собак. Хозяевам стоит быть готовыми к прожорливости своего питомца. Прогулки и игры Если хозяевам понравился именно кокер с паниель, уход за ним должен обязательно включать прогулки. Такой собаке выход на улицу нужен не только ради туалетных дел, питомцу необходима физическая активность. Гулять лучше всего на дрессировочных площадках, где собака сможет побегать без поводка. Выгуливать собаку нужно дважды в день, на каждую прогулку, не менее получаса, но лучше час. Если питомец недостаточно набегается на прогулки, он будет проявлять свою активность дома. К прогулке готов. Одежда Английский и американский спаниель, если это взрослая здоровая собака, прекрасно обходится без одежды. В сильный мороз, больше 20 градусов, питомцу пригодится согревающая попона. Для декоративных разновидностей, кавалер Кинг Чарльз с паниели или той с паниели нужны зимние теплые попоны и комбинезоны. Лучше всего покупать качественную одежду проверенных брендов. Какие болезни могут возникнуть у питомцев? Каждое описание породы подчеркивает, что кокер с паниели отличаются прекрасным здоровьем и большой физической активностью. Но у этой породы есть несколько уязвимых мест – уши, глаза, хвост и тазобедренный сустав. Кроме того, из-за высокой активности собака может травмироваться. Если зверь не получает достаточной физической нагрузки, есть риск ожирения. Правильный уход и воспитание помогает снизить риск болезней. Желательно проходить регулярные осмотры у ветеринара. Кокер с паниель – это компаньон для охоты, активного отдыха и городской жизни. Собака не любит скучать, зато очень послушно и при правильной дрессировке хорошо уживается с детьми, не проявляет агрессии к другим животным.